МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снежная рысь у Гомеля молодые атлеты из Белоруссии и России собрались, как выявить мощнейших. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня у Гомеля прошла промая телефонная линия старшине Абулвыконкама. На протягу трех-один до Владимира Дворника можно было бы вернуться по самых разных пытаниях. Усягода керавника региона поступило 32 звороты. Некому хапала хвилины, чтобы выказать свою проблему, иншим потребно было значительно больше часа. Задавали пытания, связанные с працеводкованием, деятельностью медицинских и дорожных служб. Особливостью сегодняшней промой линии стала значная колькость зворотов на тему особистой безопасности граждан. Супрацевников внутренних справ дадим на доручение разобраться в каждом случае. По каждому обращению есть поручение конкретной службы выехать на место и разобраться с причинами, почему не решается вопрос на местах. Есть отдельное поручение областной службе провести определенное мероприятие по повышению квалификации и уровня подготовки специалистов ЖКХ. Прогучали подчас промой телефонной линии подзяки у адрес Улада у приватности за проведенное доброго парадкования у Житковичах. До инших тем. У Гомель з'явилась отчутка об початку работ на территории плануемого жилого комплексу «Лес». Небы, для губу давниства будут вырубать некольки десятков гектаров леса. На этой территории по освятках старожилов находятся массовые похования. Ситуацию прокомментировали у Гарвы Канками. Жилый комплекс «Лес» саправды изнашится на генплане развития областного центра. Под новый микрорайон плануют выкористовывать земли на выезде с Новобеллицы по Черниговской шаши. Але до кончаткового решения починать будавництво далеко. С початку повинна пройти шмат эксперты с навыковыми организациями, экологичными службами и иншими структурами. Кончатковое решение об махчимости выкористовывать территорию под будавництво будет залежить от оценки шматликих экспертов. Мы должны оценить стоимость этой территории. Оценить не только сегодня, сколько мы должны денег вложить на свою территорию, но и с точки зрения других ограничений. Естественно, когда принимается решение строить, учатся все факторы сегодня, в том числе исторические, ландшафтные, финансовые. Поэтому говорить о том, что мы будем застраивать, это очень и очень преждевременно. Со временем, в течение пяти лет, есть возможность откорректировать генплан, пересмотреть данную территорию и вынести на общественное обсуждение. Уже как люди будут реагировать. Когда будет разрабатываться, будет происходить корректировка нового генплана, люди имеют право обратиться в управление архитектуры или в иное и другое место, где будет проходить экспозиция, чтобы высказать свое мнение и пожелания. В любом случае, кончатковая кропка будет поставлена после обвязкового громадского обмерзования. Пытания заработной платы и материальной поддержки работающих, створения безопасных умов працы и льготные послуги насильництва. ГТТ мы все лет были самыми популярными в зворотах, которые поступили в областный профсоюз медработников. Такая информация прогучала на выниковым пленуме областной организации. Как выражались проблемные питания, какие приоритеты профсоюз вызначил на наступный год, расскажет Ганна Ковалева. Программа социально-экономичного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Какую лепту реализации ее галиновых положений унесла областная организация профсоюза медработников. Специалисты охучили на выниковым все летнем посаджении. У делу им приняли акты у организации и херовники медустанового региона. Особливую увагу завернули на выконании таких положений у программы, як занятость, ахова працы, заработная плата и оказание материальной подрынки. Все практически лечебные учреждения нашей области оказывают материальную поддержку особенно молодым специалистам. Человек приходит из университета или медколледжа. Он может быть не местным, он может проживать где-то или в общежитии, или на квартире. И это вынуждает его платить дополнительные деньги. Поэтому в коллективные договоры многих, практически всех учреждений здравоохранения введен пункт об оказании материальной помощи на оплату квартир или общежитий. Суммы разные от 2 до 10 базовых величин. Заразу областной профсоюзной организации больше 47 тысяч медработников. Это омаль 98% от дагольной колькости занятых в галине. Лишь бы постоянно расти, и этому есть логичное отломочение. Члены профсоюза могут различовать на льготный санаторно-курортный отпочинок, частковое покажение кошту харчевания на операционном месте, бесплатное корыстание послугами юристов и проходжение пылных медицинских процедур. А кроме того, профсоюз ожитивляет постоянный контроль за выконанием пунктов коллективных договоров и законодавства по охове працы. Увы, не кусюлит и не допущен на росту профессийных захворываний. И ведомо, профсоюз не застается у баку от громадскозначных справ. Такой объект, как Гомельская областная детская клиническая больница, в рамках открытого благотворительного счета данному учреждению, гражданам, общественным организациям предоставлено право на добровольной основе внести свою посильную левту для развития материально-технической базы в рамках строительства данного объекта. Безусловно, к этому направлению подключился и областной, и республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, за что им огромное спасибо. У всех головные на прамки деяности профсоюзной организации заховаются и в 2018-м. Дорога на посаджении разглядели выконание бюджета профсоюза за этот год и сформировали каштары с доходов и выдатков на наступные. Ганна Ковалева, Валерий Гопанько, телерадо-компания «Гомель». Одна из главных культурных подей от доходящего года отбылася на Пиар-Эднеу областным громадскокультурным центры. Тут пройшел финал конкурсу «Миссис Гомель-2017». За перемогу змагались 15 пригожих и харизматичных женок и матуль. С подробязностями наш корреспондент Ганна Коральчук. До первого выхода на сцену застались леченные хвилины. И за кулисами пануе легкое хвалявание. Бо для одной из этих 15 пригожунь сегодняшний вечер станет лесовизначальным. А кроме гонорового титула, переможца отримает корону и сертификат на ювелирное пригоживание. На протягу месяца супермамы приводили себе убоевую готовность. В той же час организаторы старанно рыхтовалися, как зладить малявничое шоу и здявить глядача. На сцене кожная удельница имкнулась опера долять страх и по максимуму показать свои сдольности. Дарочи статус замужней леди вымушает поведать больше серьезным критериям. Строгая ответность классичным модельным параметрам для удельниц пока шаг не самый важный. Як подкрасливая журы, галовная быть активной, метанакерованной и упевненной у собе. Миссис Гомель – это, наверное, все вместе. И красота, и ум, интеллект, обаяние. Вообще, знаете, для меня самая главная энергетика. Я думаю, что я буду чувствовать от человека какую-то живую энергетику, тем более человек уже состоявшийся, и здесь должно все быть уже как в состоявшейся личности. Зацепит или не зацепит. Танцевали номер удельниц, дефиле у костюмах на визитовку и опошний выход у вечерних сукенках. Феналисток чекала так самая интеллектуальная проверка. Они отказывали на питание ведущих, например, как суместить семью и свободу, и кто повинен быть господаром в доме. Вели дачи так само увидели музычный видеоклип за делом мам и веселое интервью с их детьми. Самым яскравым экранальным моментом конкурсу стало семейное дефиле. Да раньше на сцене дети тримались не меньше упевненно за своих пригожих мам. А в зале за своих хвалявались группы поддержки, начали с мужами. Отнеслись положительно. Сами, можно сказать, и направили. Жене всячески помогал. Жена очень волновалась. Я ее поддерживал как мог. Сын Тимофей тоже очень поддерживал. Хорошо себя вел, как настоящий джентльмен. Всегда без мамы провожал, махал ручкой. Подтримать у дельниц на сцену вышли финалистки конкурсов «Миссис Гомель» минулых годов и его переможцы. Про изгалядацких симпатий у вынеку отримала мать и троих детей Алена Бурминская. Другой вице-миссис стала Ирина Серада. Первая вице-миссис – Марина Тимошенко. А титул «Миссис Гомель-2017» и корону по рашению жюри отримала у дельница под номером 14 – Анастасия Зятякова. 29-годовая мама, выховывая сына и працуя педагогом додатковой адукацией. Я верила в победу, но я сейчас думаю, это сон. Это сон? Нет. Это реальность. Я хочу сказать большое спасибо моим родителям, моим близким, которые поддерживали меня в момент подготовки и верили в мои силы. Они верили намного больше, чем я. Им большое спасибо. Мои родители – это мои крылья за спиной, мой муж – это верное плечо. Мой ребенок – это моя цель, это мое движение вперед. Спасибо вам, родные! Ганна Коральчук, Яуген Макеен, котелерадо, компания «Гомель». Сокрет вечного молодого кахания ведутся семья Кубович. Напереды дни у Гомеля отбылася урочистая регистрация золотого юбилея их веселья. Запрячима надея Михайловны и Миколая Федоровича 50-х годов счастливого суместного жития. Прожить стольки разом душа у душу отримовывается мало у кого. А начиналось все со службового романа. Миколай Якубович был водителем первых троллейбусов в Гомеле, а надея працавала у бухгалтера и гар электротранспорта. Разом удельничали у споборництвах и спартакеядах, где и познайомились. Семейная пара дорыше працавала на предприемстве больше за 40 годов. У Миколая и надея Кубовича у два сына, две унушки и три правнуки. Признаются, что хочуть еще пополнение у дружной семьи. Золотые юбиляры выполнены формула поспеху счастливой семьи, терпение, повага, взаимопотрымка и допомога. Шлюб – это праца, которую нужно выполнить что дня, причем разом, плячо в плячо. Суместное переодоление житевых пирожкот, только умоцовывая семью и робить соправдные по чути моцнейшими. – Уважали друг друга. Сначала любили, потом уважали. Ну и терпели друг друга, как говорится. И прожили вот 50 лет. – И терпел, особенно я. – Мы, как говорят, одно единое. На расстоянии читаем мысли один одного. Вот приду, она говорит, вот это ты думал точно. Ну а так, главное, говорят народе, терпение, и все будет хорошо. Головная елка в области заискрылась огнями. На площади Ленина, где находится новогодняя прыгажунья, прошла акция «Запаливаем елку разом». Масштабное мероприемство стало своясабливой кропкой отлику массовых святочных гуляниев. Гостей святосустряли персонажи мультфильмов и головные герои Снежня – Дед Мороз и Снягурка. Не обошлось и без символов надыходящего года – собак розных пород. Удельники акции окунулись в атмосферу свято, заразились позитивными эмоциями, а шули наближение Нового года. Организаторы подрихтовали конкурсную программу, выступления аниматоров, тетрализованное представление. А кроме того, был обвешанный новогодний фотоконкурс. Кап стать ягодельникам, необходимо зарабить фотосдымок, побоч с головной елкой и разместить ягод в специальной группе ВКонтакте. И хоть покуль на дворе не сприяя перед новогоднему настрою, это не уплывая на позитивные эмоции, которые в этот вечер понавали у гомельчан. Сегодня произошел знаменательный день. В городе Гомеле зажглась главная елка. Была очень интересная и захватывающая. Настроение очень хорошее, все замечательно. Жду подарка, когда мне прийдет Дед Мороз. На площадке так само разместились шматлики гульнявые пляцовки. До Рыжи с 25-го Снежня тут распочнется серые святочных мероприемств. И они будут проходить с 15 до 21 по 7-й студене. Шмат сюрпризов организаторы обязают новогоднюю нож. Святочное оформление площади Ленина заховается до 15-го студене. Фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь» проходит сегодня у Гомеле. Спортсмены споборничают в палаце легкой атлетики. Атлеты взрослым 15-16 и 13-14 годов с Белоруссией и Россией выявляются мощнейших на беговых дорожках в секторах для скашков с шастом, в должнюю и вышиню, а так само у штурханья ядра. Конкуренция на турниры высокая. Это под штурховые выники. Обновление спортсменами особистых рекордов на этих споборничках норма. Как стать лепшим, необходимо заработать крыху больше на тренировках. Поставила на улице. Вообще я готовлюсь достаточно давно. И для меня было счастьем большим, что я наконец-то взяла этот цветок. Тут такая атмосфера, так много людей. Вообще непривычно прыгать, из-за этого как-то адреналин, что ли. Вообще хорошо. Третий палик у фестиваля легкой атлетики «Снежная рысь» собрал все лета каля тысячи спортсменов. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго. Сажите за эфиром.